денис приветствую тебя привет всем традиционный для четверга эфир обсуждаем рынке технически фундаментально стараемся друзья для вас чтобы вы были в курсе всех основных событий подсказываем чтобы лучше ориентировались принимали правильные решения с учетом как бы фильтров в виде мнения разных видов анализа и так далее всегда повторяю что конечно же мы не претендуем на прям истину истины да мы пытаемся с учетом тех оснований либо данных которые видим спрогнозировать поведение финансовых активов и добавляем еще капельку собственного опыта к этому мнению чтобы это решение было более четким ну а фактически то как действовать на рынке финальное решение за вами обязательно контролируйте риски следите за загрузкой депозитов и не забывайте ставить стоп-лосс и вниз но принципе можно подвести предварительные итоги недели она жаркая мы видим то что все инструменты демонстрируют активную трендовую динамику вообще без исключения рынок форекс фондовый рынок сырьевых активов золото вон летел уже ниже отметки 1900 долларов за пресс-кунцию рисковые инструменты евро доллара 105 тестируют хотя знаю то что многие из моих коллег считали что это мало вероятно так быстро но вот видим то что видим при таких темпах обвала как сейчас я прям уже не стал бы ручаться что в ближайшее время пара евро доллара снова не протестирует значение паритета все может быть особенно при таких интенсивных движений предлагаю денис сегодня разобрать ситуацию с евро как эталон валютного рынка можно посмотреть и золото и чтобы затронуть еще один сегмент нефть например как бы со всего по чуть-чуть не против я только за отлично давать демонстрации экрана как раз меня евро доллар открыт секундочку так текущей котировки можно сказать что евро топчется в районе отметки 105 до главный валютный риск это аутсайдер евро очень естественно коррелирует динамика индекса доллара индекс доллара у нас на новых максимумах с ноября прошлого года тоже топчется в районе 106 50 доллар буквально смысле невозможно остановить доллар растет на все плохая статистика даже плохой статистике находят основания для роста хорошая статистика еще лучше ему чем дольше затягивать тему обсуждения государственного бюджета то есть актуальная тема сейчас бодаются опять республиканцы демократ никак не могут прийти к общему компромиссу а между тем период шатдауна вот этот сценарий при остановке работы правительства со всеми утекающими последствиями не уклона приближается уже 28 сентября соответственно 1 октября если не будет уже к этой дать непосредственно решение то без приостановки работы правительства не обойтись но мы знаем что доллар обычно таких условиях пользуется спросом потому что растет спрос на защитный инструмент а сейчас на рынке учитывая как активно валится золото трейдеры не находят ничего лучше плане защиты чем американский доллар отсюда вот такой ажиотажный спрос на него и такие бешеные зеленые дневные свечки даже тех техники сейчас держится за голову потому что 11 недель или можно сказать уже 12 недель подряд роста это прямо историческое событие без каких-либо коррекций и откатов но вот там индекс доллара заряжен на вот этого восходящее движение и евро связи с этим очень больно соответственно уровня 105 честно говоря вот то что мы так быстро достигли поддержки 105 до тех кто шахтил ранее это уже может быть уровень когда стоит не жадничать фиксировать то что уже заработать и смотреть за развитием событий дальше со стороны но я думаю что когда развивается тренд такого масштаба как сейчас нужно рисковать еще больше чем всегда и пытаться выжать из рынка по максимуму то что он дает может быть текущий уровень 105 это не предел я бы допустил что пара евро доллар пойдет ниже там в районе отметки 104 103 и уж тем более в этом уверен на фоне роста доходности американских облигаций могу даже такой предварительный индикатор подвесить сейчас доходность десятилетних трежер из 461 если мы увидим значение около пяти процентов то тогда можно будет уже ориентироваться на значение прийти я думаю то что по паре евро доллара честно говоря вряд ли что то изменится с рынком долга в ближайшее время доходность будет расти поэтому главный валюта риск под давлением ну я сейчас не берусь еще оценивать общий фундаментальный фон по еврозоне там все плохо особенно в германии каждый день я вижу пессимистичные прогнозы о том что рецессия это уже факта но вот еще обсуждают насколько глубокий будет спад экономики германии ну вот сейчас как бы средний ориентир средний прогноз это снижение экономики германии примерно на целых пять десятых процентов дальше соответственно за германии потянется в плане негатива и все страны европейского союза и евросоюза целых короче здесь ориентир вниз золото текущей котировки 1875 долларов за тройскую унсу идеальные условия сейчас полагаться на два основных момента это то что происходит с рынком долга и с рыночным сантиментом рычные сантимента как день назад как собственно несколько дней назад указывать на то что толпа сидит по-прежнему покупках надеюсь что вот-вот должен произойти разворот рынок идет против толпы и я думаю что ближайшие торговые сессии мы сможем приблизиться к отметке 1850 1860 долларов за тройскую и укрепление доллара повышение доходности американских облигаций будут этому способствовать мощный тренд хотелось бы может быть чуть-чуть подсластить пилюлю сказать что да уже предел этого снижения но как их мы преодолели поддержку 1900 и рынок и вообще не заметил то конечно же рынку плевать на уровне 1875 и около того будем ждать значение еще ниже и нефть снова растет уже 95 долларов за баррель по-прежнему вчера вышли данные по запасам нефти сша очередное снижение это соответственно фактор поддержки для котировок нефти ну и основное топливо для этого роста ожидания дефицита которым уже тысячу раз говорили все кому не лень дефицит это действительно проблема актуальная и это проблема точно усилиться по мере приближения наступления зимнего сезона вообще непонятно что будет с мировой экономикой если на рынке будет сохраняться подобная нехватка предложения как и сейчас я даже говорю не только про непосредственно рынок нет я говорю про рынок нефтепродуктов дизельного топлива бензина для многих регионов сейчас эта проблема прям крайней степени актуальности таких условиях скорее всего ралли продолжится и я снова напоминаю что я бы прям обе руки поднял за то чтобы поддержал идею тех кто ожидает что бренда протестируют 100 долларов за баррель в очень короткий промежуток времени почему бы нет мы будут буквально смысле восстановились 90 долларов до 95 сейчас и 5 долларов нефти сейчас пройти будет еще проще чем раньше поэтому здесь как бы ставка на укрепление и на рост в отличие от ожидания по евро и золото где я жду новые минимумы денис слова тебе так тем более мне есть тоже что сказать значит несколько слов по поводу техники евро в общем сегодняшний наш у нас инфляция по еврозоне следовательно что самое интересное есть вчера до сделали тут добой я честно ждал этот добой вниз и в прошлый раз говорил о нем что 105 как раз у меня вот основная цель это там где прямо сейчас находится цена если только у меня до сих пор лимитка это висит нам продажу то есть планировать отсюда небольшой такой коррекция продать и красиво вниз еще прокатиться но к сожалению нас вообще практически без откатов двигалась там только внутри дневные мелкие откаты которые уже не отслеживаю а более значимых здесь их просто не было поэтому какие сейчас есть идеи я лично считаю что движение вниз пока что не закончена до вчера вливали здесь достаточно неплохие объемы с небольшим перекосом нижней части футпринта на проталкивающей свечки чаще всего это означает не столько разброс сколько начало коррекционного движения и затем после этого добавить добой вниз на обновлении минимума мы достаточно красиво протестировали нижнюю границу каналов как у нас канал выглядит то есть красивый тест сделали в зону опционного хеджа цена пришла так что после небольшой технической коррекции честно даже сомневаюсь что сюда зацепят но на всякий случай показал тот момент то в целом все равно на обновление минимум а здесь достаточно большая считаю вероятность добой у нас действительно сохраняется вот и плюс и по технике и по фундаменту и в целом по поступающим данным с еврозоны то пока ничего хорошего просвета позитивного не наблюдается поэтому вот будем позитивить сами в общем евро через добой по поводу золота до золото ждал что сюда придут еще для подписчиков как раз своего закрытого канала показывал в начале недели что ожидаю выход там первая цель на 1900 2 1885 то есть на тест вот это вот минимума но честно я не ждал что это настолько быстро сделаю думал там будут вот так вот тоже распилами идти вниз но получалось весьма быстро я считаю что текущее движение пока что она еще не закончена то есть будет добой у нас ниже вот диапазон контрольной маржи это враги приблизительно 1855 1865 отсюда уже внутренняя там техническая коррекция вверх и после этого добой аж в район 1805 то есть во всяком случае по опционам там заливают достаточно такие мощные и конструкции здесь есть единичные тоже ожидания в общем там у крупняка достаточно большой интерес в районе 1805 вот поэтому конечно это вряд ли за неделю произойдет хотя я уже ничему не удивлюсь но тем тем не менее то есть после коррекции я бы советовал все таки искать новые продажи потому что глядя на то как цена движется вниз у нас кульминации нету ни по вертикальным объемом не под точечным толком абсолютно ничего то есть сны точные объемы которые у нас были они находятся вверху они с перекосами по бидам сделан то есть это рыночные продажи и сейчас пока что вот локально цена движется в район на нижние границы нисходящего канала вот отсюда уже тех коррекция может быть там чуть-чуть ее поглубже даже сделаю там условно скажем 1900 округлить потому что здесь четкой зоны к сожалению нету сильный 1900 и потом дальше ниже 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 и что касается нефти да по нефти мы с тобой говорили о том что до бой вверх меня даже была идея как раз через откат но откат на этой неделе сделали приблизительно какой ожидал даже думал там чуть чуть ниже попытаются там в району восемьдесят семь восемьдесят восемь добить в общем вот в это вот накопление и стартануть вверх в принципе он практически так и сделали там чуть чуть буквально не дошли до самих границ там несколько пунктов двинули вверх вверху очень сильно сопротивление в районе там 93 с половиной 92 с половиной цена даже немножко выше зашла при этом видим здесь у нас и перепосы уже пошли точные объемы начали вверху вливаться на новый контракт поэтому здесь можно пока в этом плане и не спешить с точечными но при этом по вертикальным объемом все таки но проталкивание начала заходить весьма серьезная цена находится у верхней границы восходящего канала и следующее сопротивление там достаточно далеко находится потому что по технике и по акционам это район приблизительно 102 по нефтемарке витая то есть пол бренду это приблизительно 105 то есть там и того выше как бы из текущих двигаться ну на самом деле очень сложно сказать но дело в том что большое смотрел аналитики по нефти прогнозируется за последние годы очень даже самый большой дефицит в четвертом квартале текущего года если это действительно будет ничего другого не останется кроме как через там кит внутреннего такие откаты двигаться вверх аж в район приблизительно 102 поэтому здесь не факт что коррекцию сделать глубокую если глубокая коррекция то нужно полное перекрытие сегмента вниз то есть другими словами закрепление в районе 8850 пока этого не произойдет у нас основное доминирующее движение остается по направленности вверх и если туда добьет то есть к тем техническим уровням которые у нас были сформированы еще в прошлом году то есть у нас вот откуда они взяты это текущее сопротивление а следующие у нас уже находится вот в этом диапазоне да есть вот такие вот промежуточные они не очень сильные поэтому я смотрел те которые более-менее хотя бы обращение формирует и по своей амплитуде они сильнее ну а потом уже и того выше выше туда пока мы не загадываем еще ближайшее сопротивление более-менее значимое да все таки уровне 100 так что восходящее движение у нас продолжается и в данном случае плевать против ветра я думаю все же не стоит денис спасибо тебе за рекомендации рынке очень интересны сейчас плане движений я начал да действительно с того что напомню друзья насколько важно таких условиях контролировать риски я пожалуй на эту минуту и закончу что соблюдение риск-менеджментов принципиально этих моментов связано с вставлением стоп-лосс это у крайне важно и и низ не даст мне соврать денис еще раз огромное тебе спасибо что в своем графике нашел время подключиться обсудить рынок вместе со мной тебе хорошего закрытия недели я думаю что какой-то сюрприз еще будет сегодня-завтра ну после такого рынка вряд ли просто так выдохнет и все и успокоится на какой-то еще будет и пусть рывок либо мощная коррекция и продолжение тренда но подведем итоги уже об этом и этого на следующей неделе поэтому следующий четверг как и всегда спасибо тебе и тебе спасибо за мнение дальше ждем четверга и контролируем риски на сегодняшней инфляции спасибо пока сева пока пока